В эфире информационная программа «Неделя города» в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания «Фаербах». Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батарей салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине «Фаербах» на парковке у торгового центра «Премьер». И вот о чем расскажем далее. Очередные аварии на теплотрассах. Сразу три улицы оказались парализованными. В России чествуют работников прокуратуры и журналистов. Лучших наградили областными наградами. Итоги молочного года по исследованию комсомольской правды. Кто из производителей самые ответственные? Зима – нелюбимое время для травматологов. Как удержаться на ногах? Химические реакции в кранах косимовцев. Жители нескольких домов зимой остаются без горячей воды. Ежегодно в России 9% всех отравлений приходится на угарный газ. Не случайно его называют «тихим убийцей». 2 января в Ряжском районе погибла женщина с малолетними детьми. 11 января там же трагедия повторилась. Погибли 4 человека. 4 человека погибли от отравления угарным газом. 5-й был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Трагедия произошла в селе Шереметьево Ряжского района. Мужчины – граждане Республики Узбекистан. Были официально трудоустроены и прописаны в селе. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Ими устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также точная причина смерти погибших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно причиной происшествия газовые службы называют неисправность оборудования и закрытый шибер. Это заслонка на дымоходе печи. Когда он закрыт, угарный газ идет не на улицу, а в помещение. Специалисты утверждают, что в таком случае человек умирает за считанные минуты. Если вы почувствуете, например, какие-то симптомы, это, соответственно, обеспечить проветривание помещения, да, и выйти на улицу, и, соответственно, вызвать специалистов в газовую службу, отключить, конечно, приборы, не пользоваться. Симптомы отравления угарным газом зависят от степени тяжести. Слабость, головные боли, головокружение, тошнота – первое, на что стоит обратить внимание. Это признаки слабой и средней степеней отравления угарным газом. Если ощущается нечто подобное, то необходимо немедленно принять меры. В худшем случае симптомами будет паралич, потеря сознания и судороги. Помогать пострадавшим необходимо оперативно. Первым делом нужно вынести человека на свежий воздух, позвонить в скорую медицинскую помощь 03 и газовую службу 04. В загазованное помещение лучше не входить. Чаще всего проблема появления угарного газа связана с неисправностью использования оборудования. Еще хотелось бы отметить, что ни в коем случае нельзя не то, что самостоятельно устанавливать газоиспользующее оборудование, но даже его ремонтировать и переносить. Для этого есть газовая служба. Соответственно, при лечении данных специалистов необходимо выполнять все эти виды работы. Неисправные вытяжки, воздуховоды, использование самодельных отопительных приборов становятся причиной смертельного отравления. К сожалению, статистика последних дней показывает, что от подобной ситуации не застрахован никто. Газ удобен, но при этом не стоит ослаблять свою бдительность в бытовом пользовании, потому что сами жители – это непосредственно те люди, которые пользуются этим газоиспользующим оборудованием и отвечают за его исправное работоспособное состояние. Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться. Но это, по словам экспертов, лишь мера профилактики. Следить за эксплуатацией должен сам житель дома. Валерий Седов, Роман Вихров, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В пятницу в центре Рязани движение по городу оказалось парализованным. Причина – очередной прорыв на теплотрассе. Авария произошла на улице Грибоедова. На участке проезжей части сначала произошел обвал асфальтового полотна, затем движение по улице было ограничено. Дорожное движение перекрыли на участке от пересечения улицы Грибоедова с улицы Веденской и до пересечения с Есенина. Устранить поломку пообещали к 12 ночи этого же дня. Напомним, из-за ремонта теплотрассы улицу Грибоедова перекрывали в июле и в августе прошлого года. Подобная авария произошла во вторник на пересечении Горького и Проволыбецкая. Поломка случилась из-за износа трубы. Затем такая же авария произошла рядом на перекрестке Горького и Веденская. Без горячей воды остались 9 жилых домов. Неполадки устранили к вечеру. Зима – нелюбимое время для травматологов, потому что именно в этот сезон работы у них многократно прибавляется. Причем большую часть травм мы получаем на скользком льду, на улицах Ани, например, лыжной трассе. О том, как удержаться на ногах, знает Анна Герцовская. Сидеть дома или передвигаться на такси от подъезда к подъезду – так может поступить тот, кто не хочет столкнуться с гололедом. Или Александр, у которого уже нет другого выхода. Какой-то, скажем, в этом году Новый год был совсем не новогодний. И вот уже где-то числа пятого с утра я проснулся, смотрю в окно, на улице снег. И вроде бы как даже такое хорошее настроение. Думаю, пойду погуляю. Зима пришла. Ну и в итоге вышел на улицу и, скажем так, упал, очнулся гипс. Александр получил не перелом, а трещину у основания большого пальца на ноге. В травмпункте ему наложили гипс, однако сидеть дома Александр не намерен. Каждый день он добирается на работу на такси, а также старается быть аккуратнее на улице. Я сейчас стараюсь ходить по более ровным и чистым поверхностям, то есть расчищенным. И я прикупил, скажем, специальные подковы на обувь, чтобы меньше скользить. С появлением заморозков и снега риск упасть на улице появляется у каждого человека. Зимняя обувь с нескользящей подошвой или со специальными шипами, расположенными на ней, могут помочь. Конечно, не стоит лишний раз торопиться при ходьбе на улице, особенно вблизи автомобильных дорог, иначе есть риск получить дополнительные травмы. Ну а если все-таки падение произойдет и не удастся отделаться легким испугом, при сильной боли в любой части тела необходимо сразу же обратиться к врачу. Ведь остаются на земле люди, которые даже в случае перелома пытаются лечить его самостоятельно. Сидят дома, ничего им никто не накладывает. Потом, когда у них, они прикладывают лопух. А потом, когда начинаются какие-то проблемы, и это не проходит все месяц-два, они приходят к нам и говорят, что вот что-то у нас не проходит уже достаточно долгое время. А когда мы делаем снимки, можем найти все что угодно. Начиная от вывихов каких-нибудь застарелых, которые лечатся только хирургическим путем, и заканчивая всем чем угодно. Перелом шейки бедра, которая лечится, эндопротезирование. Любой перелом, который лечится на поздних сроках, гораздо хуже срастается и, как правило, требует хирургического вмешательства. Поэтому, даже если вы сомневаетесь, что получили перелом, лучше обратиться к врачу. Если человек получил перелом, и он не может двигаться, то, конечно, необходимо вызывать скорую помощь. Если человек как-то может передвигаться, надо этот перелом обездвижить любыми возможностями и ехать самостоятельно в травматологический пункт. У нас их два травматологических пункта. И в случае наложения гипса можно незначительно ускорить лечение перелома путем питания или витаминотерапии. Нужно есть больше творога, молочных продуктов, мяса, рыбы, отказаться от алкоголя и табака. Но и в будущем продолжать беречь свое здоровье. Остается надеяться, что в этом году люди смогут избежать серьезных травм. А городские службы позаботятся об очистке тротуаров и дорог ото льда. Анна Герцовская, Роман Вихров, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Газета «Комсомольская правда» подвела итоги молочного года. Журналисты в очередной раз выяснили, какое молоко и молочные продукты качественны для употребления, а какие приобретать не стоит. Об ответственных производителях знает Валерий Седов. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Правдивость этого утверждения решили проверить корреспонденты газеты «Комсомольская правда» «Рязань». Два года назад они начали независимую экспертизу продукции крупных и фермерских производителей. В начале прошлого года мы подвели итоги за 2016 год. Наградили лучших производителей по трем номинациям молоко, сметана и творог. А в этом году у нас целых пять номинаций. В 2018 году прошло награждение сразу в пяти номинациях – фруктовый йогурт, молоко, сметана, сливочное масло и пшеничный хлеб. Корреспонденты газеты «Комсомольская правда» «Рязань» подчеркивают, что вся экспертиза была независимой. Ни один из производителей не знал, когда и какую именно продукцию будут покупать и проверять. Победителем в номинации «Лучший фруктовый йогурт» стал «Сторожиловский комбинат». Как отметил генеральный директор «Комсомольской правды» Рязань Николай Мальцев, производитель заслуживает отдельных аплодисментов еще и за то, что за несколько лет проверок качество их продукции ничуть не изменилось. Сразу два диплома получили ООО «ЖИТО» в категории «Масло и сметана». А вот победителем в новой категории «Пшеничный хлеб» стала компания «Барс Ритейл». «Хотелось бы поблагодарить Комсомольскую правду и Рязанскую торгово-промышленную палату именно за то, что независимая экспертиза высоко оценила наши старания. То есть мы готовы приложить к дальнейшим все усилия для того, чтобы обеспечить качество нашей продукции». В номинации «Питьевое молоко» диплом победителя получила компания «Вакинская Агро». Их продукцию корреспонденты «Комсомольской правды Рязань» отправили на независимую экспертизу впервые. И сразу такой результат. «У нас полный цикл, начиная с растеневодства, животноводства и до выпуска готовой продукции. И это еще раз подтверждает, что мы двигаемся к правильному отравлению. И на каждом участке специалисты у нас высокого уровня. И это яркое подтверждение того, что мы делаем достойную продукцию». По словам корреспондентов, крупные компании, да и фермерские производители реагируют на такую экспертизу неоднозначно. Конечно же, кому хочется услышать, что их продукцию признали несоответствующей стандартам. К сожалению, встречаются ситуации хуже. Так победитель 2016 года стал выпускать фальсификат. Однако существуют и те компании, которые поработали над своими ошибками. «В 2016 году проверяли одного аризонского производителя, и он постоянно выдавал фальсификат. Что не возьмем молоко, масло, все фальсифицированное. В этом году мы уже даже потеряли надежду, но решили проверить все-таки, посмотреть, исправился ли он. И вот два образца мы проверили, и да, действительно, он исправился. Производитель стал выпускать качественный продукт. При этом хочу отметить, что и стоимость продукции тоже возросла». В планах у корреспондентов газеты «Комсомольская правда» продолжить проводить независимую экспертизу. К тому же они расширят список продуктов. Так в 2018 году добавится и мясо. А по старым номинациям прибавятся и производители государственного уровня. Это позволит узнать, на каком месте в списке качества стоит Рязань. Нам же остается поздравить победителей и пожелать «Комсомольской правде» Рязань успехов в ее нелегком деле. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В России на этой неделе чествовали работников прокуратуры и журналистов. Лучших наградили областными наградами. В прокуратуре состоялось торжественное собрание за безупречную службу и верность законы лучших работников надзорного ведомства. Наградили почетными грамотами и нагрудными знаками отличия. Благодаря усилиям прокурора погашена задолженность по заработной плате на сумму более 180 миллионов рублей. Своевременно пресекались нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приоритетной оставалась работа по защите жилищных прав, в том числе детей-сирот, участников долевого строительства, граждан, проживающих в аварийном жилье. 13 января свой профессиональный праздник – День российской печати – отмечают работники СМИ. Появился он благодаря императору Петру Первому, по указу которого в 1703 году вышла в свет первая российская газета ведомости. В День печати по традиции чествуют журналистов региона. Особо отметившихся в пятницу наградили в правительстве области. Лучшие получили главную журналистскую награду региона – хрустального журавля. Сегодня это единственный региональный полноценный конкурс, где номинации именно профессиональные. Оценивают их члены независимого жюри, выбираются члены жюри очень тщательно, это действительно профессиональные журналисты. В качестве воды из крана сомневаются косимовцы. Жители новых домов, им нет и трех лет, жалуются на отсутствие горячей воды. По их мнению, она попросту не поступает в краны по причине забитости труб. В управляющую компанию посыпались жалобы, коммунальщики отреагировали, но то, что они увидели, разрезав трубу, поражает воображение. Трубы, они все заполнены вот этой гадостью. Это отложение солей с известью, скорее всего, которое находится в воде. Строители подсоединили жилые дома к скважине недалеко от их расположения. Но вода из нее оказалась с изюминкой. При нагреве вещества, которые в ней содержатся, активно оседают на стенках труб. Много вопросов возникает к застройщику. Мы не моемся. Я не моюсь. Хожу в баню, он на фабрику холодную. По нормативам, воду необходимо нагревать до 60 градусов. Но в данном случае при нагреве в таких трубах начинаются химические реакции. Как отреагирует администрация Касимова? И что делать жильцам, пока остается неясным. 11 января был самый вежливый день в году. Отмечали Всемирный день слова «Спасибо». Это слово «благодарность» можно перевести на все языки. Ввели такую дату, чтобы напомнить людям о хороших манерах и умении выражать благодарность. Вода – уникальное вещество, обладающее удивительными свойствами. Под микроскопом замороженная вода, которой на протяжении долгого времени перед заморозкой говорили «Спасибо», выглядит именно так. А рядом с этой водой выражался гнев. По мнению психологов, слова несут в себе мощный энергетический посыл. Сказать слово «Спасибо» можно радостно, действительно благодарно или язвительно, очень неприятным тоном. В любом случае, оно обязательно окажет влияние на говорящего и услышавшего это слово. Нейропсихологи проводили исследования, когнитивные психологи, очень любят заниматься исследованием того, как слова влияют на говорящего, на воспринимающего слова. Благодарность обычно поднимает настроение, особенно искренне сказанные слова. Поднимает настроение того, кого поблагодарили, и поднимает настроение тому, кто произносил слова. не только поднимают настроение, но могут поднять даже самооценку. Слово «спасибо» влияет и на чувство собственного достоинства. Оно дает возможность оценить другого человека за его вклад в вашу жизнь или за подарок. К тому же очень важно для людей услышать ответное обращение, такое как «пожалуйста», «не за что» или «рад помочь». Слово «спасибо» является именно парной фразой, для которой у всех народов есть свои ответы. Во всех языках мира существует слово «спасибо», но не везде оно звучит одинаково. Что касается этимологии этого слова, опять же, во всех языках она разная. Но в русском это просто «спаси Бог», «спасибо». В английском и немецком можно привести это слово к слову «думать». Допустим, в английском «thank you» и думать «think», в немецком «danke» и думать «denkin». Слова похожи. Более интересные случаи в восточных языках, например, в китайском. По-китайски «спасибо» «сесия». И здесь мы ориентируемся не на звучание слова, а на его написание. Если мы посмотрим на иероглифы, которыми написано слово, один из них напоминает нам кланяющегося человека по форме, то есть это выражение благодарности. Японский язык включает в себя 15 видов слова «спасибо». Получается, что это самая вежливая нация в мире. И, как известно, в этой стране больше всего долгожителей. Связь между тем, что мы говорим, нашим здоровьем, настроением и психологическим состоянием, безусловно, есть. Доктор зашел, подошел к пациенту, нездороваясь, начал делать какие-то процедуры. Уходя, он сказал им, например, приятного аппетита или не сказал. Это тоже влияет. Даже любое сказанное эмоционально приятное слово влияет на человека. Без приятных слов люди становятся более далекими друг от друга, меньше понимают происходящее. А если нам дано регулярно испытывать эмоции, настало время их выражать. Говорите «спасибо» чаще. От добрых слов пользы гораздо больше, чем от обидных и злых фраз. Не случайно во всех языках мира есть слово «спасибо». Оно создано для того, чтобы его использовать. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Рязанцы смогут посмотреть на копии картин одного из самых загадочных художников мира. В Музее истории младежного движения привезли репродукции работ Ван Гога. Все они выполнены в технике жикле. Это особый вид печати на холсте. Выставка копий «Холст Ван Гога» была создана в Ставрополе и уже год путешествует по городам России. С конца декабря она гостит в Рязани в Музее истории молодежного движения. Здесь посетители могут увидеть, как менялся стиль художника. Вначале это была классическая голландская живопись в темных и землистых тонах. А когда Ван Гог переехал во Францию, его картины наполнились солнцем, светом и золотом пшеничных полей. Очень любопытные работы, которые показывают нам крестьян во время работ или во время знаменитой едоки картофеля, во время вечерней трапезы. Пусть эти работы уже, наверное, можно определить как жанровые, но они тоже совсем по-другому заставляют нас подумать о таком художнике, как Ван Гог. Винсент Ван Гог – один из самых популярных мировых художников. Интерес к его творчеству с годами только растет. За 10 с небольшим лет он создал более 2000 произведений. Собрать все самые знаменитые полотна в одну выставку не представляется возможным. Но главные произведения Ван Гога на экспозиции представлены. Это и знаменитый автопортрет, и подсолнухи, и не менее известные синие ирисы, среди которых только один белый. Есть такая точка зрения, что один белый ирис затесался среди своих другого цвета собратьев. Но есть и другие трактовки, что Ван Гог свою инокость, особость он ощущал, понимал, это некое отчуждение от окружения. Большинство критиков не замечало Ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет, которому предшествовали годы тревог, нищеты и расстройств рассудка. Сегодня работы художника являются одними из первых в списке самых дорогих картин, когда-либо проданных в мире. Шедевры находятся в музеях и частных коллекциях разных стран. Даже репродукции, вывешенные в музейных залах, уже сама какая-то атмосфера несколько другая, чем просто полистать в интернете. Более того, репродукции действительно они высокого качества. И если даже чуть от работы отойти, то, условно говоря, можно видеть мазок художника. Несмотря на то, что не подлинники, посетители подолгу любуются знаменитыми портретами и пейзажами. Ведь это не просто картины мастера, а его жизнь в деталях и настроениях. Я как неискушенный зритель, если бы я не знала, что это репродукция, я бы даже и не поняла, честно говоря. И еще что понравилось очень, что под каждой картиной, буквально, да, вот Елена Васильевна сказала, что подробное описание каждой картины, и это очень интересно. Выставка будет интересна и тем, кто узнал о творчестве Ван Гога из известной песни популярной группы. Самыми яркими цитатами можно сфотографироваться на фоне знаменитых картин. Алена Кукулева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. word62.tv Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей! Будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер» павильон на парковке. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир. Высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция. Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok